ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, вводящие приоритет ремонта над денежной выплатой. Касается это, напомня, только физических лиц. Деньги можно будет получить в случае тяжких последствий ДТП, серьезного вреда здоровью водителя или его гибели. Новшество распространяется на полисы автогражданки, оформленные после 28 апреля. ТРАССА СТО ОДИН Дмитрий Медведев высказался о российских дорогах. Ситуация далека от идеальной, произнес он. По словам премьер-министра, 40% региональных автотрасс не отвечают нормам. Если говорить о федеральных дорогах, то там процент несоответствия около 30. Глава кабинета министров призывал применять к дорожным строителям все допустимые меры воздействия за отказ исправлять дефекты в течение гарантийного срока. ТРАССА СТО ОДИН В верхах продолжается обсуждение вопроса смягчения или не смягчения правил эвакуации авто. Сторонники первого ссылаются на то, что установка знаков, запрещающих остановку и стоянку машин, никак не регламентирована, и местные власти могут размещать их, грубо говоря, где попало. Вторая сторона этот довод не опровергла и предложила применять в спорных случаях блокираторы колес. ТРАССА СТО ОДИН С января по март этого года россияне потратили на покупку новых авто 400 миллиардов 900 миллионов рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 3%. Больше всех 45 миллиардов заработала Тойота, сместившая на вторую строчку Киа – 40 миллиардов рублей. На третьем месте – Мерседес-Бенц. Лада стала четвертой, ненамного опередив Хёнде. Определены победители очередного конкурса «Автомобиль года в России». Награда вручалась в 23 номинациях. В классе «Городские» автомобиле первое место досталось Киа Пиканта. В малом классе лучшей оказалась Лада Веста. Форд Фокус российской сборки взял пальму первенства в сегменте «Малый-средний класс». Киа Оптима в среднем классе. Шкода Суперб – лидер бизнес-класса. Мерседес-Бенц С-класса нет равных в представительской категории. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Кокирова и в группе программы ВКонтакте. Трасса 101.